Цель и задача компании, как основа для качественного управления командой, вам слово, эфир в вашем распоряжении. Да, ребят, меня уже представили, еще повторюсь, я ресторатор, владелец 075 Group, занимаюсь ресторанным бизнесом с 2012 года. Первое мое заведение это ресторан Mike & Molly, итальянская кухня, неаполитанская пицца. Дальше мы открыли ресторан 075 Плиз, за пандемию мы очень хорошо выросли, открыли проект Суши Плиз. Сейчас я расскажу, как мы работаем с мотивациями, как мы их вычисляем и вообще, что это из себя представляет и зачем нам это нужно. Так, поехали. Сейчас мы поговорим о том, как определить вообще мотив сотрудника, мотив компании, свой мотив. Потому что цели компании, это очень важное, ну, как вы знаете, это очень важно. И я именно говорю о каких-то глобальных целях. Никогда возникают цели, например, построения бизнеса ради того, чтобы заработать энное количество денег, либо просто их заработать. О глобальных целях создать новый рынок, делать что-то новое, ввести новый продукт, делать лучший продукт. Все об этом. Это как раз-таки основные цели нашей компании, дать лучшее качество, дать лучший продукт и тем самым развить работу в непосредственно там нашем городе, в котором мы и работаем. Для меня это очень важно, и это мои цели. Я являюсь по мотивам достиженцам. Соответственно, и мотив у меня достиженческий. Сейчас мы более подробно поговорим об этом. Вообще, какие виды мотивов существуют? Я думаю, что так как здесь собрались все в основном руководители бизнеса, первые лица, поэтому вы уже, наверное, не просто об этом наслышаны, вы, наверное, наверняка уже с этим работаете. Но если вы с этим не работаете, просьба принять это к сведению и начать, потому что это дает хороший толчок, дает осознание того, какие люди работают в вашей команде, и какие люди нужны, и к каким целям вы вместе идете. Первое – это идейный мотив. Идейный мотив – это то, с чего началась, в принципе, наша компания, и для себя я его выделяю, наверное, как один из основных. Это когда сотрудник делает что-либо хорошо ради достижения общих целей. Когда он ставит общую цель своей личной целью. Это его, естественно, очень заряжает, он от этого работает результативно и эффективно. Важно в идейном мотиве, чтобы руководитель был не как начальник и отношения там начальник-подчиненный, а руководитель должен выступать в роли партнера, который всегда поможет, всегда выслушает, будет развивать и идти в этом направлении. Естественно, тогда все результаты компании, которые у вас есть, они проецируются на сотрудников. Этот вот мотив, который в компании у нас зародился. То есть изначально, когда компания открывалась, у нас было два мотива – это идейный и социальный. Что есть социальный мотив – это когда сотрудники работают ради одобрения, стараются соответствовать идеальному образу сотрудника компании, когда компания – это семья, когда команда превыше всего. Ну и, естественно, я вот в этом слайде я показал триггеры, маркеры разных мотивов. И в социальном мотиве очень важно, чтобы руководитель выступал вроде в роли, как я вот здесь написал, отец-мама. Отец-мама, да. Мы бизнес ведем с женой, запускались вместе, все запускали вместе с женой, все делали вместе. И, соответственно, меня зачастую там называли папа, да, ее называли мама. Поэтому социальный мотив достаточно тоже очень развит с компанией. Далее мы переходим к мотиву достижения. Это тот мотив, который мы внедрили не так давно, и он у нас сейчас является таким связывающим мотивом команды. То есть есть у каждого какие-то мотивы, у каждого сотрудника. Причем они могут быть разные. Какой-то первый самый важный для него, какой-то там менее важный и так далее. То есть сотрудник может включать себя в несколько мотивов. Переходим к мотиву достижения. Это уже когда сотрудник работает ради того, чтобы доказать самому себе, что он способен достичь каких-то высоких целей, сложных целей, это обязательно. То есть это не должны быть цели, которые делаются там просто так. И всегда в мотиве достижения цели ставятся достаточно сложные. Опять же, очень-очень мотивирует это вызову, когда, ну вот, я, допустим, проецирую на себя, у меня мотив достижения достаточно высокий, ты перед собой ставишь большие вызовы. То есть ты видишь какие-то сложные задачи, которые, на первый взгляд, возможно, даже нереальны, ну а ты к ним идешь и при выполнении получаешь огромный заряд такой, наверное, как всплеск серотонина. Ты получаешь огромную радость от выполнения таких задач. Ну и, естественно, самореализация. Это тоже очень важно. Все мы, особенно руководители там бизнеса, все мы достиженцы, и нам очень важна самореализация. То есть показать, что мы можем, показать, что мы достигаем определенных целей. Это очень важно. Мотив вознаграждения. Этот мотив, естественно, в нашей компании его, в принципе, никогда не было. Мы никогда не брали таких сотрудников. Чем сложен этот мотив, тем, что его сложно, в принципе, удерживать. Сотрудник делает хорошо только в том случае, если он что-то реально получит в конце и зачастую это деньги. Соответственно, он будет вкладываться по максимуму только когда он видит, что конкретно он получит и начнет взвешивать. Так, действительно, это стоит моих... моих телодвижений и что я получу в итоге. Здесь что стоит отметить. Таких сотрудников сложно удерживать. Им не нравится невозможность заработать больше, несправедливая и негибкая оплата. Всегда какой-то дополнительный результат должен мотивироваться дополнительным вознаграждением. Не нужен карьерный рост. Важно только то, что способ увеличения зарплаты. Ну и, в принципе, карьерный рост выглядит в его глазах. Цель карьерного роста только в том, чтобы увеличить заработную плату. Естественно, когда ему кто-нибудь предложит чуть выше заработную плату, он, естественно, уйдет в другое место, даже не моргнув глаз. Далее. Есть очень интересный такой мотив, процессный. Я его тоже не сильно люблю, потому что, опять же, смотрим в триггеры, в маркеры отсутствие сроков. Процессный мотив, сотрудник процессного мотива не любит сроки. Ему просто нравятся творческие задачи, ему нравится сам процесс. Соответственно, высоких результатов таким сотрудникам добиваться очень сложно. И оптимальные условия работы для такого сотрудника – это просто интересная работа и гибкий график, свободный. Не нравится рутина, не нравится, когда человека подгоняют. И результат – это последствия просто вовлеченности дела. То есть это именно не какая-то цель у него. Вот такой процессный мотив. Давайте пойдем дальше. Так какой мотив вообще важен, какой мотив нужно развивать и какого мотива нужно брать сотрудников всех компаний? Я здесь на слайде отметил в нашей компании, как это происходит и что действительно важно. Как раз-таки идейный мотив, социальный мотив и мотив достижения. Если эти мотивы все присутствуют в вашей компании и у вас получилось грамотно их состыковать, то вы добиваетесь самых высоких результатов, потому что есть очень много рычагов воздействия для этого. Секундочку. Так, а теперь как же эти мотивы выявлять? Есть самый, наверное, важный вопрос. Сейчас расскажу, как это делаем мы, что мы для этого делаем. Как раз-таки очень хорошая тема была у Кристины. Я послушал крутой спич, очень много про компетенции. И сейчас я расскажу, как выявлять мотивы, но при этом вы еще должны выявлять компетенции при таком подходе. Естественно, это все идет посредством интервью. Вы должны, допустим, как мы это делали? Мы в прошлом году, когда случилась у нас вся пандемия, мы решили, мы, естественно, не закрывались. Все наши сотрудники работали. Работали в разных направлениях. То есть кто-то сменил направление, но все были при делах. И все получали заработные платы. И тут мы начали думать, как нам в таком достаточно сложном периоде, в периоде подразвитие людей, и, соответственно, начали проводить интервью. Начали с топов. Что это из себя представляет? Это обязательно личная беседа. Примерно занимает час-полтора. В начале этой беседы нужно опрозрачить цель, процесс, сколько будет этой беседой идти и какой результат мы для этого получим. Что мы хотели от сотрудников? Мы хотели четко сейчас понимать на текущий момент, какие у них мотивы, как мы можем их развить и что нам для этого делать. И обязательно нужна запись ответов. То есть важные моменты вы должны записывать. Потом, кому интересно, я могу дать список вопросов, какие задавать. Идем дальше. Составляем досье на каждого сотрудника. После того, как вы записали все интервью, вы уже составляете досье. Оно должно состоять из целей сотрудника в вашей компании и в его личной жизни. Каковы его мотивы? Опять же, мотивы можно распределить по маркерам, которые я прикладывал в предыдущих слайдах. И что мотивирует, что демотивирует. Что нравится, что не нравится. И какими компетенциями сотрудник обладает. Дальше в отдельном столбике вы уже можете проставить инструменты влияния. Где-то похвалить, где-то дать интересную задачу. Но все, опять же, от мотивов зависит. Также вы можете создать отдельный столбик, кадровые решения, когда вы на основе компетенции, на основе мотивов уже сможете выстроить какую-то программу развития сотрудника и его карьерного роста. И все, дальше вы пользуетесь этим досье, используете инструменты влияния, помогаете развивать цели сотрудника, как цели компании, так и личные цели, и развивать компетенции. Те, например, которые наметят точки роста сотрудника, тоже важно, и уже развивать его в этом ключе. Если, конечно, у него есть к этому способности. Кристина правильно говорила. Кристина правильно говорила. Кристина, которыми человек уже обладает, которые можно развить, а есть, которые развить, к сожалению, нельзя. И тогда уже нужно делать определенные выводы. Переходим к инструментам. Следующий пункт – это инструменты бесплатной мотивации. Это очень интересно. И я здесь оставляю как раз-таки три мотива, потому что остальные мотивы неинтересны для нашей компании. Я думаю, что неинтересны будут многие. Поэтому хочу дать понимание, что именно такие мотивы должны присутствовать в вашей компании для защищения высоких результатов. Так есть у нас. И я думаю, это хороший опыт. Мы добились хороших результатов за это время. Давайте посмотрим в социальном мотиве. Для социального мотива очень важны собрания коллективные. Мы нередко их проводим в виде завтраков. Это тоже очень хорошо мотивирует. Это очень хороший дает эффект. Подарки от руководителя на день рождения. На каждый день рождения сотрудника я лично дарю какие-то подарки. Лично поздравляю. Ежегодное вручение дипломов. Какой-то год мы это пропускали, но в основном каждый год мы вручаем сотрудникам дипломы. Это может быть либо на день рождения компании, либо на корпоративе, посвященном Новому году. Они могут быть шуточные, они могут быть реальные. Все зависит от тематики мероприятия. Поэтому это тоже хорошо мотивирует. Разработать правила компании. Как вы помните, я говорил, что социальный мотив очень хорошо мотивирует сотрудника, когда есть какие-то правила в компании, и он им следует, и старается к ним подтянуться. Естественно, хвала от руководителя очень важна для таких сотрудников. Управление конфликтами. Нельзя, чтобы конфликты назревали, нужно их решать быстро. Далее идейный мотив. Нужно зарядить идеями, участвовать в мозговых штурмах, уделять внимание идеям сотрудника, упоминать заслуги на каких-то собраниях. Мотив достижения. Обязательно нужно видеть точку B, к чему мы придем, сравнение с результатами других компаний. Это очень важно. Участие в конкурсе. Предложить провести обучение для сотрудников и сложные задачи о том, что мы говорили. KPI. Переходим к KPI. Осталось у меня очень мало времени, конечно, можно много про это говорить. Тут важные принципы KPI. Мы вот внедрили не так давно, это в прошлом году, когда внедряли мотив достижения в нашей компании. Начать с топов обязательно, так как впоследствии они уже сами смогут внедрить KPI для своих сотрудников. Очень важен перекрестный KPI, один в поле неволе, невоин. И важно, чтобы одинаковый KPI был у определенной команды, потому что так они будут быстрее и результативнее. Достижимость. Важно, чтобы все ваши планы, цели, они были реально достижимы и показатели были достижимы. Естественно, они должны быть амбициозными, но тем не менее достижимы. Каждый сотрудник должен уметь влиять на свой KPI, не просто видеть какой-то KPI на какой-то бумажке и не понимать, как он на него влияет. Если вы внедряете KPI, сотрудник должен на него влиять. Прозрачность и измеримость. Также сотрудник должен понимать, за какие показатели он отвечает и что он в итоге получит за эти показатели. Какой-то бонус, либо там, какую-то награду там, ну, неважно, что-то по итогу дополнения. И немаловажный момент – это контролировать расходы на этот KPI. То есть, это должно быть адекватно для компании, вы не должны вылезать за ваше бюджетирование. Все должно быть в рамках. И важно помогать достигать сотрудникам этих результатов. Это развитие, поддержка и регулярный менеджмент. Это проверка, это чек показателей в течение всего периода. В общем, у меня все. Очень получилось сжато. К сожалению, это такая тема на больший период времени. Тем более, я подключился поздновато, упустил несколько минут. Ну, надеюсь, ребят, было интересно. Если у вас есть какие-то… Сейчас мы подключаем на вопросы. И также лично вы меня можете спросить, написав мне на почту, либо написав в мой личный аккаунт в Инстаграме. С удовольствием я отвечу. Да, Александр, спасибо. Спасибо большое. Действительно, очень интересно. И есть у нас к вам, конечно же, вопросы, Александр. Первый вопрос от меня будет в некоторых компаниях, но по личному опыту знаю, по поводу развития сотрудников и вкладывания в их обучение, в повышение их компетенций. Говорят так, ну, в общем, ты найди какие-нибудь курсы, оплати их сам, а если ты докажешь эффективность этих курсов на практике в нашей компании, тогда мы возместим тебе затраты. Насколько вы поддерживаете, не поддерживаете, принимаете или не принимаете такой момент, да, какие правила? Да, смотрите, знаете, за какие больше, наверное, не правила, а какой механизм, какие-то курсы, какое-то повышение там квалификации, какое-то обучение, которое, например, стоит реальных денег, его лучше делать со финансированием. То есть сотрудник должен принять в этом участие, возможно, это там какие-то деньги из нескольких месяцев, это какой-то маленький процент, но когда он есть, сотрудник будет относиться к этому более, как это, наверное, выразится, более ответственно будет относиться к этому обучению, когда он является в софинансировании и участвует. То есть мы сейчас именно идем таким направлением, начали пользоваться в этом году, и результаты хорошие, результаты действительно хорошие. Спасибо, Александр. Ну и вопросы от наших участников. Список правил компаний, ну, видимо, хотят получить наши участники, возможно ли это? Смотрите, получается, наша компания, каждый наш ресторан разделяется на несколько подразделений. То есть у нас есть отдельно подразделение бара, отдельно подразделение кухни, отдельно подразделение зала. И у каждого подразделения должен быть там свой свод правил. Естественно, там могу поделиться, но тут, видите, он будет именно актуален для нашей сферы, для сферы ресторанного бизнеса. А так, к примеру, это может быть там простые правила. В этих правилах вы можете также обозначить, в этом стандарте вы можете обозначить ценности компании, это тоже очень важно. Пример, да? Например, там нельзя ругаться матом, вы должны всегда там желать друг другу приятного аппетита, говорить там слова, там пожалуйста, спасибо. Какие-то простые истины, которые вы закладываете все-таки в ценности компании, и любые, любые, это могут быть любые правила. Александр, а вы нас в порядке? Так, у меня, вы меня слышите, ребята? Александр, спасибо. Да-да-да. Продолжаем. Из вашего опыта, какие лучшие инструменты мотивации для малых компаний? Да. Думаю, думаю, ответил, да. Инструменты мотивации, как раз-таки слайд вы видели, инструменты мотивации, там описано, опять же, очень важно понимать, какой мотив компании, неважно, там компания маленькая или большая, но если вы четко понимаете мотив компании и мотив ваших сотрудников, да, тогда уже можно использовать эти инструменты. Но если же вы не понимаете, какой мотив, и начинаете там мотивировать сотрудника, у которого, например, мотив достижения, а вы пытаетесь его мотивировать инструментами для социального мотива, или для идеи? Вопрос такой, как вы мотивируете себя? Очень важно понимать мотивы. Интересный вопрос, достаточно сложный. Я сам по себе очень заряженный человек, так как я говорил, что мотив достижения во мне очень высок, поэтому зачастую я активирую себя сам. Это могут быть, смотря какая цель. Если, допустим, для вдохновения какого-то, для новых проектов, я очень люблю путешествовать, ездить в рестораны с тремя звездами и вокруг них ставить свои, как бы, свое путешествие. Ну а по сути, моя работа меня мотивирует. Спасибо, Александр. Большое спасибо за то, что приняли участие в нашей сегодняшней конференции. Большой привет в Красноярску. Вам успехов, развития. Ну и еще раз большое вам спасибо.